Здорово, чуваки! Вот я и добрался до вкуснятины. Ну, точнее, до Дарак Солса первого. Сегодня мы повлипаем в сюжет, заточим нашу валыну на плюс 5, ну и, конечно, много, много, очень много раз отбросим наше копыто. Ну, а что тут насчёт сюжета? Он здесь подан, конечно, мдааа. Ну, короче, так скажу, если у вас IQ, как и у меня, ну, то есть меньше 50, то понять все эти перипетии подачу будет сложно. Ещё и читать много надо! Твою мать! Ща бы в 21 веке булковы знать. Но я поднатужился, прошёл пару раз игру, прочитал весь материал, который есть в игрушке. Ну и, наконец, могу вам поведать то, чего вы никогда в своей жизни, конечно же, не видели, не смотрели, не вникали сами. А именно, ооо, да, оригинальность на кончиках пальцев, чё по сюжету в Дарк Солс 1. Вообще, давайте сразу договоримся, если я чё-то где-то напутаю, можете смело исправлять меня в комментах. Название лороведа я не претендую, но на самом деле я уже сам давненько хотел разобраться в трилогии всех этих ваших соусов. Ну, ещё и как в ролике по секиро боссов разберём, только это всё. Поэтому на кайфе ложитесь в кроватку, берите с собой побольше чего запитонить, ну и погнали. Первое, чем нас встречает игра, это отсутствием сети. А то есть проёбом, миллиардов рофлов с оставленными сообщениями на полу от других игроков, что уже немного омрачает прохождение. Отсутствие пвп, вторжение в твой мир, возможность вторжения в чужой. Ну, короче, как я считаю, процентов 50 приколов утеряно. Далее, нам нужно выбрать имя и внешность нашему персу. Первым делом, самое важное, как я считаю, сделать никнейм внушающий ужас и трепет твоим врагам. Ну, а так как редактор в этой части сделан из говна и палок, у меня получилось сделать только лишь кудрявого Райна Рейнольдса. Ну, как сделать? Выбрать Райна Рейнольдса и налепить на него кудри. Потому что в жизни у меня примерно такая притча, ну и ещё я хочу быть Райном Рейнольдсом. В опросе. Играю, кстати, за бомжа, ну тупо потому, что я крутой. Крутой Рейн Рейнольдс. После создания перса, игра нас встречает с тупительным роликом, где какая-то старая кляча нам затирает, что раньше, в эру древних, мир был бесформенным и его окутывал туман. Где произрастали только лишь древние деревья, в которых жили древние лол-драконы. Имеющие ультрапрочную чешую, которая защищала их от практически всех повреждений, да и к тому же давала им бессмертие. Сами драконы были ярыми разумистами, которые просто чилили, пили пивко и правили спокойно своим серым миром, не обращая внимания на мелких двуногих букашек, лазающих по деревьям. Но в какой-то момент, непонятно как, в мир пришёл первый огонь, разделивший этот серый мир на две стороны. Свет и тьму. А ещё жар и холод, жизнь и смерть. Ну короче, вы поняли. С этого момента появилось чё-то типа Инь-Янь, Бибы и Бобы, Вупсеня и Пупсеня, Саски и Наруто, ну и так далее. После появления первого пламени, самые смелые вышедшие из тьмы чубрики, которые приблизились к огню, нашли там четыре великих души, дающие владельцам особую силу. Сначала, за получившим великую душу, был свидевший первым Нита, который после этого стал повелевать мёртвыми. Вторую душу взяла ведьма Изолита со своими дочерьми, которые освоили пиромантию на пятёрочку. Третью душу взял Гвинн, Повелитель Света. Эта душа сделала его гипермогучим чуваком, который он разделил со своими серебряными рыцарями и просто кое-какими блатными чуваками, к которым мы вернёмся позже. Ну и четвёртую, самую крохотную, а на деле тёмную душу, взял незаметный карлик, которого сразу все забыли. Далее наша троица объявила спецоперацию драконам и понеслась чехарда. Гвинн своими молниями разрывал каменную чешую драконам. Ведьмы Изолита призывали огненные смерти, сжигающие дома деревья драконов. А Нита насылал на них смерти болезни. И как поводить за лупой по драконьей пасти? Им незадолго до замеса рассказал не такой, как все дракон, по имени Ногой Сид. В общем, этот фраер был первым родившимся из драконов, который вышел на свет не совсем такой, как все. А то есть бестой, драгоценной чешуи, как свои собратья. Вместо задних лапок у него были щупальца, а вместо мощных крыльев у него росли крылышки из KFC. И так как у него не было чешуи, дававшей остальным драконам бессмертие, он всю жизнь искал, как бы ему так, как остальные дракона Броу, стать бессмертным. Но поняв, что драконам тупо пох на его судьбу, он решил их предать. И рассказал нашей троице, как всех накуканить, что они сделали. После чего началась новая эра. Эра огня. Гвин дал Ногому Сиду часть своей души, звания герцога и владения, из которых он сделал огромный архив, где продолжил искать рецепт бессмертия. Сам Гвин построил целую кайфовую страну Лордан, в центре которого поместил город королей под названием Анарлонда. Там он чилил, играл в казины, шлапал за бюстабаб, но долго это не продолжалось. Вскоре первый огонь решил потухнуть, из-за чего людей настигло проклятие, которое не давало им нафидонить. Казалось бы, круто, все бессмертные, но дело в том, что с каждым разом, когда люди погибали, в них оставалось все меньше человеческого. Вследствие чего они превращались вот в таких тупых полых мракобесов, чему, собственно, они сами не рады. Гвин, почуяв пизду, отправился в первое горнило пламени, ну то место, где возжегся первый огонь, дабы принести себя в жертву и хоть как-то продлить эру огня, что у него и получилось сделать, но всего на тысячу лет. И вот, спустя время огонь опять начал гаснуть, люди решили всех полых отправлять в прибежище нежити, где тусуемся и потихоньку сходим с ума мы. По классике соусов, нам кидают труп с ключом от камеры какой-то чел. В общем, полазив по коридору, мы обучились расхуяривать обрубка меча полых и зажгли кострик. Это тот, если что, является точкой отправления, можно сказать, нашей сейф-зоной, чекпоинтом, ну, как хотите. И набрели на нашего первого босса, демона прибежища. Я вот, если честно, не понял, за кем хуем он тут тусует, то ли он на этой зоне местный побзан, то ли выполняет задачу надзирателен, но мне стало понятно только одно. Тыкать его обрубка меча в зад, эта идея не самая лучшая. Поэтому мы от него пока сбегаем, находим топ оружия этой игры и встречаем того самого уже умирающего чела, который скинул нам ключ от темницы. Он нам рассказывает про то, что в семье, где он жил, ходила легенда, как один избранный из мертвецов, покинув прибежище нежити, отправится в странстве к землям древних повелителей. Ее обнет в колокол и будет вообще такое... Ух... Да. Ну и так как он со своей семьей думал, что это он избранный, а тут, как оказалось, он немножко фидит, передает эту эстафету нам, отдав флягу с эстусом. Эстус это тут что-то типа местной хилки. Сделан этот напиток из огня и наполнить эту флягу можно только у костра. В описании говорится, что это любимое лакомство нежити. Ну, короче, как у нас пиво. Только мы наполняем, так сказать, нашу флягу у ларька рядом с домом у продавщицы тетя Дзины. Далее мы покидаем этого рыцаря с кайфом и приходим обратно взять реланшу демона прибежище. Ну, в общем, с помощью нашей скалки мы изи кормим его под сраку, отчего у того нет другого выхода, кроме как умереть навсегда. С него выпал ключик, который открывает ворота к вороне, уносящий нас к землям древних повелителей, а именно к храму огня. Где мы находим второго дружеского кента за игру, который нам затирает про то, что такие как мы сюда уже приходили, и вообще зачем мы пришли, оставались бы гнить прибежище нежити. Ну, короче, я выводы сделал. Типичный спермобак-абьюзер. Ну, так и быть, он решил нам немного помочь информацией и рассказал, что на самом деле тут есть два колокола. Один наверху в церкви нежити, а второй глубоко внизу в развалинах чумного города, хуйну в которой что-то классное должно произойти. А что никто пока не ебет. Ну, в общем, я суть понял, и теперь перед нами открывается огроменный, связанный, переплетенный между собой и поначалу путанный мир. Ну, а мы сразу идем гравить близлежащее кладбище, откуда лутаем себе всякие прикольности и выдвигаемся к первому колоколу. Там на пути нас ждет город нежити с кучей, как бы это странно ни звучало, нежитью, с которых мы подбираем себе реально годный лук на лето. Пройдя чуть далее, нам на пути встречается наш первый не-рофл-босс, демон-телец. Стоп, что? Эээ, ты куда? Мда, видимо, все-таки рофл. После нашего реально крутого босса мы видим мемного чела по имени Солер из Асторы. Вообще, он дружелюбный парень, который после того, как стал нежитью, начал искать свое солнце. Ну и его, как и других скитающихся персонажей, мы можем наблюдать по всему миру. Вообще, он тут для того, чтобы мы его призвали во время нашей схватки с боссом. Ну, я считаю, это для пусечек, поэтому мы к нему вернемся ближе к концу. Недалеко отойдя от Солера, нас опаливает... Глюважор, ебаный, а? Но, грамотно разбаять и флажпедусом, мы пробегаем мимо него прямо к мобу по никнейму... Свежий кабантик! ...и еще миллиону мобов, которых мы херачим дубиной. Ах, да, чуть не забыл. Помимо мобов, мы очень часто встречаем... ...смерть. Ну и в прибавок горячую задницу. Физив от уебанских мобов, я все-таки добрался к новому боссу. Двум горгульям. Помню, в мое первое прохождение, эти падлы хорошенько так сыграли на моем пылающем очке целую симфонию. Но, я в эту игру уже играл и перед драчкой намазал свою еблодробилку золотой смолой, которую заранее взял в городе нежити за закрытой дверью, которую можно открыть с помощью ключика, который можно купить за тысячу душ у местного барыги. И ой, девочки, скажу вам так. Отлетают эти черти от смеси палки и молний только в путь. Советую. Далее мы поднимаемся наверх и звоним в свой первый колокол. И теперь нам предстоит с вами лазить тысячу лет, чтобы позвонить во второй. В общем, мальца прокачавшись, взяв в руки огромный двуручный меч, я спустился в нижнюю часть города нежити. И прошу вашему вниманию самых сильных мобов этой игры. Ебучие шавки. Эти твари могут микростанить и в нагло наносить по три тыки к ряду. Ох, как же я, блять, их ненавижу. Тут еще и обычные мобы могут уворачиваться, парировать и делать бэкстаб. Вот сколько бы я ни играл в Дарк Соулс, именно этот кусок локи я всегда ебал в рот. Да тут даже пробежать по-человечию не всегда возможно, ибо жестко насрано с собаками. Короче, блях. А за всеми этими тварями скрывается ультрамерзотный босс по имени Капродемон. Вот давайте начистоту. Сам босс мешок с говном. Ну и вот две шавки. Это ультразвинство. Еще и арена скукоженная, как ебаный дом Фландерса. Ох, ну вот это прямо настолько кринж, как шутки про дом Фландерса. После пятой смерти я понял, что мой новый меч гипермедленный. И решил его размажить на мужика своей дубиной. Короче, по фасту я выбил мозги его шавком, а затем не спеша и этому ублюдку тоже. Из которого, кстати, выпал ключ от глубин. Спустившись туда, мы пугаемся крыс, выпрыгивающих из ящика. Сдыхаем от слизней, которые прыгают нам на лицо, ебанатов с факелами и ебучих рофельных лягушек-василисков. Которые, сука, не просто убивают, а накладывают в придачу проклятие, урезающие наполовину наше хп. Снять которое можно при помощи камня очищения, который можно купить только вернувшись в локу к горгулиям. А то есть ебать в пиздище. Вылечившись, я еще побродил, как по мне, попутанной канализации и добрался до нового босса. Разверсту от дракона. Короче, фишка этого дракона в том, что любил он много пожрать. Вследствие чего его грудь мутировала и превратилась в пасть. Только у меня вопрос. Чем он питался, живя в канализации? Хммм. Моими роликами? Свидев от этого дракона пять раз, я полностью разочаровался в этом мече, ибо на урона, конечно, мна. И мной было принято решение эту суку захуярить дубиной. На самом деле, босс этот, конечно, пиздец какой муторный. Нужно постоянно ждать, когда он потопает своими маленькими лапками мимо тебя, после чего бить его жопу. Ждать, пока он сделает кусь и бить его пузико. Можно, конечно, бить его по сусалам, ведь тогда урон наносится в двойном размере. Но, как я считаю, лучше месить его по сейвови. И, к слову, как и всем драконам в этой игре, этому можно отцапать хвост. За что дается оружие. Да и анимация отрубания по максимуму брутальная. А это в данной игре на пользу. Ну, в общем, после душноватой возни с ним, мы жестко наваливаем ему под сраку и проходим в чумной город. И эта локация просто услада для глаз. Везде блевотное освещение, как в пиле, уебанские жирные и сильные враги. И лестницы хуй найдешь. Ну, прямо видно, что Мияцаки высрался тут на славу. Поплутав там, в скобочках поумирав, я понял, что дубина тут абсолютно не роляет. Но так как оружия лучше у меня нет, я решил ее бафнуть на плюс 3 и... Оу май! Нихуя не поменялось. Далее, бродя по этому хуй пойми что, я нашел блатную одежу, костер и затем без труда прорашил по ядовитому, блять, озеру до владений Квилек. Где меня встретила и она сама. Вообще, Квилек раньше была одной из дочерей ведьмы изолита. Но когда их город охватило пламя хаоса, мы к нему вернемся позже, Квилек со своей сестрой бежала. И от этого пламени, опалив ее ноги, ее нижняя часть тела мутировала в здоровенного нахпаука. Что закрывает ей возможность выкладывать на онлики свои голые ступни. Что грустно. Босс на самом деле вообще не сильный. Чтобы ее убить, достаточно держаться вплотную у передних лапок и выписывать оплеухи. Ну и еще, конечно, не наступать на лаву и отбегать от нее, когда она подрывается. Ну а так, в принципе, за 5 трав дубиной отпинать возможно. Позвонив во второй колокол, охранник Сильверстер Андреевича открывает ворота в замок сена. Ну и намек тут такой, что надо пиздить туда. Далее по приколу пнул беспомощного чела. Как тут? Он не сделал кусь. Ах, чешется сука. Теперь нам нужно проделать ебучий путь длиною в жизнь обратно. И че-то я ходил, лутал локу, как тут рыло нашего ГГ разрывает какая-то огроменная мать ее залупа. Ебало, представили? Охуев, от такого положения дел я пошел в гугл. И вы приколите, это какой-то спидозный паразит, который пожирает половину твоих душ. Пиздец. Через долгое время лазания по локам в попытках понять, как добраться до замка сена, я увидел вот такого агрессивного мистера. Но немного помансовав, этот лошпедус решил самовыпилиться, за что я получил невъебенную алебарду черного рыцаря. Йоу, круто. Далее, докачав свою еблодробилку до плюс пяти, и зачаровав ее грубостью, я поперся в замок сена. И там нас ждет путанный пиздец. Миллион сильных и жирных мобов-змеи, которые бьют тебя не только обычными плюхами на все лицо, но и молниями. Кнопки-ловушки, расставленные так, чтобы ты их не заметил, ебучие свисающие топоры, выкидывающие тебя с тоненькой тропы, и, конечно же, ублюдские камни, под которых ты должен не попадать. Ну ладно, ладно, я так описываю, как будто лока полная хуйня. Что совсем не так? На самом деле исследовать ее реально интересно. Лазить по всем этим коридорчикам, где каждый поворот наполнен опасностью, преодоление которых вознаграждается, кстати, полезным лутом. Честно сказать, хз как у вас, но у меня этот лок ассоциируется с олдовой игрой про Принца Персии на Денде. Да-да, настолько старый кусок кала. Пролетев эту локу, мы выходим наверх, где нас встречает следующий босс, Стальной Голем. Этого чувака создали боги, ну в скобочках Гвин, для того, чтобы тот охранял проход в город богов Анарлонда. Ну и ложится этот охранник, скажу вам, как будто охраняет школу. Если перед боем с ним убить чувака, который кидается в нас огненными булыжниками, то распадается этот мужичок на молекулы тупо поскорику. Главное держаться у его неповоротливой сраки и наглым образом бить этого чувака под его железные яйца. Кстати, чуть не забыл. С каждого побежденного босса в этой игре нам падает его душа, которую можно захавать для получения душ, за которой можно прокачаться. Или же из его души при помощи кузнеца сделать оружие босса. Им не стыдно признавать, но чё-то ческать я не совсем понял, как это делать, а гуглить чё-то лень. Поэтому я как шис из племени людоедов, которые вешают на шею уши своих жертв, просто их накапливаю у себя в инвентаре и сижу такой любуюсь, потешая свою эго тем, какой я охуенный Траер. В общем, после убийства стального пениса на нас нападают какие-то летучие дрищи и переносят нас в тот самый охуеть какой красивый город богов Анарлонда. И я так скажу, эта локация по своей красоте ебёт просто каждую в любой части ДС. Имха. Этот готический стиль огромных зданий, на фоне которых ты просто букашка, блуждающая по пустынному и брошенному всеми богами городу, очень сильно врезается в память. Особенно, когда ты пришёл к ней после этой блевотной ссанины. В общем, по паркуре по крышам, каким-то палочкам мансуя от кинжалов и потрача лифт, я набрёл на одного дурачка, проход которому закрыт иллюзией. Но с помощью кольца темной луны, который я добыл ранее, что было жесть, как сложно, потом расскажу об этой луке, это пиздец. Иллюзия спадает, и завалиться к нему можно с кайфом. И этим засранцем оказался младший сын Гвина по имени Гвиндолин. Ну и немножко о нём. Так как это был младший из детей Гвина, ему не досталось силы солнца, а только лишь луны. А луна это типа бабский знак, поэтому этого пацана растили как девку, потому он такой... такой манерный. Ну и ещё этот чувак, единственный из потомков Гвина, оставшийся в Анрлонда, для того, чтобы ловить всяких уёбков, как мы, которые проникли в город. Гвин создал иллюзию благополучия и солнца над головой. Но на самом деле этот город тёмный и настолько неживой, что тут нет ни одного моба. Даже стражей лол. И теперь нам надо его расхуярить. Этот чувак раз на раз закусится сыт, поэтому как только мы к нему приближаемся, он на крысе телепортируется и начинает нас пулять своими ебками магии. И я не знаю, как у вас, но от такой несправедливости лично меня подгорает пукан. Ибо стоит попасть под одну его атаку, и нас ждёт паскудная смерть. В общем, наконец, догнав этого дурачка, мы как очередного лупим его нашей дубиной. Ну и как бы он идёт кормить червей. Только я не понимаю одного. Почему после его смерти иллюзии, оставленные им, не исчезают? Кто ж урит, хотелось бы почитать об этом в комментах. Пройдя чуть далее, точнее ещё немного потрача лифт, мы натыкаемся на серебряных рыцарей-лучников, которые стреляют нас копьями. И как же я их ебал. В первое прохождение у меня на этом месте был затуп, наверное, на час. Сейчас, но сейчас, набравшись опыта, эти типы особых проблем не доставляют. Запаркурив через балкон в очередное здание, мы встречаем Соллера, который говорит, что мы крутой, ну и просит нас, как бы это сказать, призвать на махач со следующим боссом. Иди нахуй, короче, пошёл нахуй, всё, иди нахуй. Я тебе говорю, иди нахуй. Понял меня? Иди нахуй. Бродя по этой локе, я обнаружил с десяток серебряных рыцарей. Ну это, если чё, воины гвины из начала игры. И в лучших традициях, разогнав этот митинг дубинкой, мой трепак на голове стал теперь просто гигантский. И теперь я могу делать вот такой мерзкий удар. Фу, бля. Побродив по этой локе, я нашёл доспехи серебряного рыцаря, самые тяжёлые и прочные доспехи в игре, и вот такую бледоту. И ещё одну, и ещё одну. Далее, сдохнув несколько раз от этих рыцарей, я понял, что гасить этих дурачков нужно парированиями. И таким образом, я добрался до очередного кузнеца, у которого апнул дубину по максимуму, и добрался до вот этих вот двух гадких свиней. Экей любителей гэнгбэнга, экей просто типов, которые затрахают твою нервную систему до смерти. Арнштейн Драконоборец и Палач Смоук. Ну и теперь вкратце о них. Вообще, Арнштейн отличился своими навыками в войне с драконом. За что его сделали капитаном четырёх рыцарей Гвина. В состав которой входили он сам и ещё трое бедолаг, таких как Арториас, Гох и Сеаран. Их я вам покажу, как только мы до них доберёмся. А Биг Смоук был Палачом у Гвина. Он, конечно, хотел тоже стать частью четвёрки, но за ним был один косичок. А именно, этот мистер любил, конечно же, в качестве приправы, добавлять немного человечины в свой обед. И так как это немного, Билл по репутации вообще всего королевства, Гвин решил, что этого поехавшего дятла он оставит также в качестве Палача. Короче, вот эти вот два любителя потрахать без смазла будут издеваться над нами на протяжении многих часов. Арнштейн будет сближаться с вами, как Глад из Вовки, тыкать в пузо, кидаться молниями, ну и просто ебашить вас всем арсеналом своих атак молниевым копьём. Но если вы поняли, как его бить, и вроде как научились уворачиваться, то тут к нему на помощь приходит его жирный Кент, который хуй пойми откуда прибьёт вас к земле своим огромным молотом. И это может продолжаться часами, если, конечно же, вы не сделаете одну вещь. И теперь хочу представить вашему вниманию тактику колонн. Короче, она заключается в нескольких несложных правилах бойцовского клуба. Первое правило это стараться держать в поле зрения сразу двоих девочек, ибо не супер приятно, когда из ниоткуда вам прилетает удар молотом в ебас. Второе правило это чилить у колонны и стараться держать жирного за ней, ибо когда происходит анимация его бега, он просто упирается в неё и не может к нам подойти. И таким образом мы ебашим подлетевшего к нам дрища. Блять, вы только посмотрите, как он с кайфом его добил. У, сука, маньяк. Но бить его легче лёгкого. Главное просто держаться у его пуза. Всё равно из-за зеркальной болезни он нас не видит. Вследствие чего никак не может попасть. И ещё нужно уходить от его молниевого прыжка нам на лицо. Тык, победа. Эх, вот прям настолько это крутой бой, что хочется тупо его забыть, чтобы заново думать, как этих двух тварей бить. Только это, мужики, про тактику колонн особо не пиздим. Это будет наш с вами скрытый адюцу. А знаете, что эти челы защищали? Вот такую... Великаншу. Эта герлза является средним ребёнком Гвина. Ну и ещё богиней света. Но скажу вам по секрету, это очередная иллюзия, созданная Гвиндолином. И если её убить, то город погрузится во тьму. Ну чё, как-то мне больше по кайфу, когда в городе светит приятненькое солнышко, поэтому делать я этого не буду. Кстати, она нам даёт великую чашу, с помощью которой мы можем перемещаться между кострами. И просит в будущем, как в своё время это сделал и Гвинд, возжечь первое пламя, дабы продлить его жар ещё на косарь лет. Далее я попёрся к раму огня, и встретил там вот такую, похожую на пени с примесью осла и Шрека Херовину, по имени Фрампт. В общем, после того, как я его по фану ужалил, он нас с теплом встречает, и говорит, что он изначальный змей, плюс не ебаться, какой приятель Гвина. И чё-то там затирает про то, что наша судьба стать наследником Гвина, а то есть возжечь пламя и снять проклятие нежити. И потом такой ау, и относит нас к алтарю огня, на который нужно возложить чашу. Ну, спасибо, конечно, за предложение, но я, пожалуй, пойду. И пошёл я в сад тёмных корней, и там встретил босса луную бабочку, сам босс, конечно, кал говна, ибо чё-то там пуляет своей магией, и особо ничего не делает, но стоило ей присесть. Ебало я и снёс только в путь. Видимо, для этого босса я уже немного перекачу. Далее я встретил вот такую белую милую киску. И чё-то я гулял по лесу, и наткнулся на дверь, которая привела меня к вот такому гавгавычу. Этот чувак охраняет могилу у своего олдового друга по имени Арторис. Ну, о нём позже. И вот эта псина, увидев, что я тут хозяйничаю, решила на меня напасть. Розы гибнут в Азии, а говно в унитазе. Безусловно можно быть первым. Короче, этот бой какой-то хз. Я на нём как дурка свидел разок, но в целом тут тактика простая. Нужно просто держаться к этому философу поближе и бить по брюху. Ну, короче, такой изи паренёк, но всё равно собачку немножко жалко. С него мы заимели кольцо Арториоса и теперь я направляюсь к храму огня. Там я превратился в яйцо и ворона отнесла меня обратно, откуда мы начинали игру. С северному прибежищу нежити. Там я нашёл нашего старого друга, который уже успел превратиться в нежить и отсыпав ему пиздятинки, я наткнулся на бродячего демона. Но, как и все демоны в этой игре, этот ничем не отличается, кроме как вызывает какие-то непонятные взрывы. Что как по мне хуета. В общем, замесив его, я отправился обратно и сразу же направился в локацию затопленной руины Нового Ландоа. А почему они затоплены, спросите вы? Короче. Раньше Гвин назначил четырёх королей править этим городом, дал им осколок своей великой души, но они в поисках великой силы и могущества провалились в бездну, которая их поглотила. И начала разрастаться, а сами короли стали тёмными духами. К слову, единственный, кто мог ходить по бездне, был Арториос. С целью прекращения разрастания бездны было принято решение затопить город вместе с его жителями, духи которых теперь ходят и хотят нас трахать. К слову, эти черти бессмертны, если не заюзать на себя кратковременное проклятие. Они могут парить в воздухе и проходить через стены. Короче, горел я от них знатно. В общем, в руинах я нашёл чувака, который дал мне ключик для того, чтобы я спустил воду. И вы посмотрите, сколько тут полегло. Да. Далее, добравшись до бездны, я надел кольцо Арториоса, без которого ходить по ней было бы невозможно. Ну и боссы, я вам так скажу, адовый пиздец. Короче, они могут всё, пулять магией, самоподрываться по кд, да и просто бить их длинным копьём. Тут прикол в том, что надо их бить побыстрее, ибо появляются они по одному через какой-то промежуток времени. И чтобы не получать различные плюхи от четырёх королей сразу, желательно побыстрее их выкашивать по одному. В общем, вздыхая от них, наверное, раз восемь, я понял, что я немножечко недокачеств ебаной дубиной. Но давать заднюю тут уже было не по-пацански, и поэтому спустя время я решил просто как тупоголовой баран надеть всё самое бронированное и тяжёлое и бить этих тварей дубиной, тупо забив на их удары. И вы приколите, получилось? После убийства королей я получил осколок великой души. И к тому же к костру приполз второй изначальной змей Каас, который рассказывает, что всё, что говорит нам Фрампст, ну, тот второй пенец змей, о выжигании пламени, это хуета на постном масле. На самом же деле, карлик, нашедший четвёртую тёмную душу, о котором якобы все забыли, создал из неё людей, и с самого начала, предвидев, что пламя рано или поздно потохнет, начал ждать Эру Тьмы, а то есть Эру Людей, которые не будут подчиняться таким богам, как Гвинн, а будут править сами. Из-за сав этого Гвинн, желая вернуть Эру Огня и воспротивиться естественному ходу жизни, пожертвовал себя Огню и приказал своим детям вертеть людей нахую. Ну, ещё змей говорит, что Гвинн затуманил наше прошлое, чтобы помешать рождению Тёмного Повелителя. Ну, то есть нас в качестве Тёмного Повелителя. И предлагает нам навсегда убить обессилевшего Гвина, дабы нассать на костёр, который он возжёг, и править всеми людьми. Ну, братик, твоя версия звучит вроде как логичнее, поэтому давай-ка дружиться. Ам! Ну и змей нас отнёс опять к алтарю огня, на который мы ставим чашу. Куда нам нужно погрузить четыре Великие Души, для того, чтобы дверь в горнило первого пламени, где Челед Гвинн, открылась. Одна душа у нас уже есть, и осталось найти оставшиеся три, которые находятся у Нита, Ноговы Сита и Ведьмы Изолита. Вот. Первым делом я подумал, что моя дубина тут уже не роляет, и как раз я докачал статки до Алибарды Чёрных Рыцарей. Поэтому дубина... Пришло время прощаться. Апнув Алибарду до плюс трёх, раз уж тут шла речь об Арториусе, я решил отправиться в DLC. И чтобы туда попасть, нужно провернуть целый танец не то что с бубном, а со злоебучим барабаном. И в общем, для начала, я отправился в озеро Тёмных Корней, где обитает мини-босс Гидра, которая плюётся водичкой и втыкается в нас головами. Но благо, при удачном мансе можно отрубать этой тварюги по башке, поэтому труда особо она не составит. Кроме, конечно, пропусти, в которую, наверное, падал каждый. В общем, после убийства надо, сука, обязательно посидеть у костра. Далее, пройдя за место файта, появляется золотой голем, и при его убийстве оказывается, что в нём заключена девка по имени Заря Алла Чиля. Фу, бля, ну и рыло. В общем, после спасения принцессы она попросила найти подвеску, которая находится в кристальном големе в архивах герцога. После чего, вернувшись, на место спасения девки обнаруживаем, что её нет. Но зато есть портал пространства и времени, в который нас затягивает какая-то рука. Ну и как туда попасть без помощи гугла-игра? Ну и теперь немного того, что тут происходит, как я понял. Вот эта вот тня раньше была принцессой древнего государства Алла Чиля, которая была разрушена благодаря нашему залупоподобному змею Каасу. Каас убедил людей раскопать могилу первого человека, ну того самого карлика, которого зовут Манус. И как оказалось, потревожив могилу Алда, он оказался жив. Вследствие чего, обезумевший Манус начал всех уярить, а Лачиль начала поглощать появившийся вместе с Манусом бездну. Люди начали терять контроль над человечностью и превращаться в гадких монстров. Короче, таким образом, всё государство пало. И вот игра предлагает нам позырить, понять и даже повлиять на кипиш, который тут произошёл. Короче, при успешной телепортации в пространстве и времени нас сразу же встречает страж святилища. И это козлолево скорб. Короче, так-то пиздюк хилый, но как же он круто разрывает дистанцию, да так, что попасть по нему иногда невозможно. Он может пулять молнией много раз, да и просто сносит нам весь ебальник своими рожками, выписывает комбо своими лапками, жалит жалом, которое, кстати, можно отрубить. Ну и так скажу, бой с ним уж точно не даст заскучать. Только после трая десятого я смог его поймать и осветить свою новую алебарду кровью. После этого босса мы проходим к святилищу Алла Чиля, который тут выполняет роль чё-то типа Храма Огня, так как от этого костра нам чаще всего предстоит бегать, дрочить, шабить и мастурбировать. Пройдя далее, нам предстоит побегать по душному лесу. Единственное, чем этот лес примечателен, тут можно намутить хуёвый сет стража Алла Чиля. И на этом всё. А, ну и мы ещё встретили дракона, с которым встретимся позже. В общем, выживая в лесу, я нашёл пару лифтов, которые меня привели к чуваку, сбежавшему из Бладборна, и прямо около него я набрёл до Арториаса. Ох, ну и доставайте огнетушитель для моего очка. Но перед этим кратко о нём. Помните, я рассказал, что у Гвина было четыре рыцаря? Так вот, это один из них. Короче, как только произошла муть с четырьмя королями, ну то есть, когда они, после нашёптывания Кааса, самовысасывания человечности, начали хуярить людей, и их поглотила бездна, Арториас был блатным хуем, решившим как-то бороться с её распространением. Кстати, если вы вдруг не знали, это единственный чубрик, умеющий ходить по бездне, не поглощаясь ей. Вот. При помощи своего кольца, который мы подобрали у его могилы. Но потом случилась та же тема с Алла Чилем, и он пошёл давать пизды Маносу. Но, видимо, в этот раз не совсем всё вышло по плану, и бездна его всё же поглотила. И вот сейчас мы видим потерявшего рассудок воина в полуразъёбанных доспехах, которым движет только одно. Жажда кого-нибудь наебашить. И так как именно мы попали под его горячую руку, которая, к слову, у него осталась одна, ну, из-за того, что он вторую сломал, либо бережёт для дрочки, быть наебашенным выдалась возможность именно нам. И я, ХЗ, что было бы, если бы мы нарвались на этого Побзана, будучи он здоровым? Ибо, ну, как же он меня трахал, ребята? Я так скажу. Тут было потрачено Трайф-30, уж точно. Эта падла крутится как спиннер, вписывает неебические комбо в наш ебальник, прыгает нам на лицо и практически никогда не даёт нам похилиться. Так ещё и к тому же может усиливаться, отчего его тыка, которая так сносила пол личика, начинает сносить больше. Но справедливости ради этот йоу-баф можно прервать и как бы ок. Сам босс очень быстрый для этой игры настолько, что к таким скоростям нужно реально привыкать. Но через Трайф-15 мозг уже адаптируется и ты просто получаешь пизды по приколу. А ещё через 15 Трайф я понял, что тут отлично подойдёт тактика сцикливой пусечки плюс нерасторопного деда. Поэтому я всё время просто уворачивался от его тык, делал один удар и отбегал назад, дабы дождаться его прыжка мне на лицо, чтобы опять увернуться, тыкнуть, уйти. Да мне даже похуй стало на его усиление. Ведь брат, если брат не получать, брат, пиздюль, брат, ты его брат не получишь, брат. В общем, заборов эту тварину, я народился в его шмот и на месте нашей драчки мы встречаем Гералзу по имени Сеаран. Она за время моего похода за доспехами успела организовать мини-памятник Арториусу. Ну и в диалоге узнаётся, что она была его другом и ещё одним членом четвёрки рыцаря Гвина. На самом деле, они ничего важного я не нашёл. ХЗ, либо вырезали с ней прикольный контент, либо так и задумано. Ну, в общем, она просит отдать ей душу Арториуса, дабы куда-то там её вернуть. Ну, малая говно, вопрос. Да. И замену она отдала свои вот такие прикольные клинки за безнадобностью. Прикольно. Был бы я ловкачом, обязательно с ними ходил. Пройдя далее, я нашёл серебряную подвеску приколов. Чуть позже она пригодится. И набрёл на вот эту ссаную тёмную локу. И так скажу, в ней чёрт ногу сломит. Путанный, чёрный лабиринт Кала, пройти который уже считается достижением, на каждом шагу которого есть чувачки человечности. Я вообще хз, кто они? Душа людей волочили, людей, которых поглотила бездна, или же просто твари, сделанные Манусом. Но понятно только одно, что приближаться к этим тварям лучше не стоит. Пройдя далее, я обнаружил кошку-жену, которая привела меня к щенку Сифу, ну тому самому Бропсу Арториаса. В общем, прикол тут в чём, и как он тут оказался. Ранее, когда Арториас и волк тусовали вместе, волк его сопровождал к Манусу. Но тут их окружили фантомы человечности, и Арториас защитил Сифа своим щитом, который умеет делать барьер от этой тёмной хуйни. Ну а сам потопал получать порылу от Мануса. Возможно, он и проиграл, только потому, что с ним не было его щита. Кстати, он выглядит просто идеально, как по мне, если бы я гонял щитом, то полюбасу именно с ним. Ну а я погнал к Манусу. Короче, на месте он нас бросает своей рукой к себе, и вот он, наш первый из людей, потерявший человечность месье рыба, ой, Манус. Короче, я не знаю, как описать всю ту боль боя с ним. Этот калачил просто натурально ёбнутый. Его атаки на пол арены жирной рукой, прыжки на лицо, комбятина, который подбрасывает тебе вверх без шанса у ворота, ну кроме как просто от него отбежать. И как вишенка на торте, снеся ему половину здоровья, он начинает пуляться чёрными ебками бездны, от которых спасает только подвеска, которую мы нашли ранее. И это ж ещё нужно придрочиться менять эсту с подвеской. Что для такого клешнирукого чувака, как я, так-то большая проблема. Ну и каждый раз умирая, ты должен обязательно проделать путь длиною в жизнь от костра, спуститься на лифте в ущелье бездны, там ещё минутку пробежать, чтобы сдохнуть за 15 секунд от его крышесносной комбы. Ох, ну и мразь. В общем, поздыхав как лоб часть К3, я понял, что самой лучшей тактикой тут будет, как и у Арториаса. Тактика терпения. Короче, как я его завалил. Просто отбегал от него на безопасное расстояние. И когда он бил клешнёй, я делал по тыке. Ну а когда дело дошло до второй стадии, то ли от адреналина, то ли от злости, я набросился на него, как остервенелая горилла. К тому моменту, уже придрочившись менять хилки на талисман и обратно, падла была закашена вот именно на мужика. После Мануса я вспомнил, что видел дракона. И как раз пошёл к нему. Тут тоже не без скала. По пути к дракону мы видим вот таких гадких собак. Как же я ненавижу, блять, собак. Но когда мы к нему пришли, нас ждёт пац, 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 блять. И на мой затуп, и восклицание... Это... Чё тут делать-то? Я пошёл по локе искать что-нибудь, что мне могло бы помочь. И как оказалось, нужно было поговорить со здоровяком Гохом. Это, если что, четвёртый в пачке четырёх рыцарей Гвина, отличившийся в войне с драконами, идеально точный лучник. Он нам рассказывает, что вот эта вот летучая крыса называется Каламид, который является самым свирепым из драконов. Настолько он крутой, что даже весь Анарлонда опасался его. В общем, с трудом, но Гох решил тряхнуть стариной, и в данный момент, будучи слепым, наизичах плюс по пингу показывает нам скил, вонзая стрелу дракону в крыло, дабы мы его добили. И вуаля, дойдя до арены, дракон теперь нас не подпаливает, а стоит, такой измирный, ждёт пиздюлей. И давайте честно, бой с ним один из самых заебатых в серии. Этот чувак дышит пламенем, летит тушей в тебя, бьёт своей милой мордочкой, хвостиком, лапками, но самый прикол в том, что это единственный дракон, обладающий блядским телекинезом. Сам я в этот раз не попался на него ни разу, ибо ну камон, сделать это, будем честны, трудновато, но в первое прохождение я просто охуел. Короче, босс не очень сложный, главное держаться у его брюха, и всё, победа наша. Конечно же, после плотного часового опиздюливания. И таким образом, мы имеем то, что история про легендарного рыцаря Арториаса, починившего бездну во время игры и перед началом DLC, это лютый пиздёж. Может быть, той самой бабой Сиаран. Да, конечно, Арториас крутой малый, и всё такое, но... По факту же убили манусы и прекратили распространение бездны мы, но почему легенда гласит об Арториасе, лично для меня загадка. Кто понял этот мув, можете просветить меня в комментариях. Короче, после DLC я погнал в Анарлонда, дабы зарулить в нарисованный мир Ариамис. И давайте вкратце. Эта локация выполняет роль тюрьмы различных тварей и принцессы-полукровки, которая, как я подсмотрел в интернетах, является полудраконом вследствие экспериментов на Гова Сито. Короче, как по мне, локация ультразушная, много гадких мобов, таких как распухшие полы, которые после смерти взрываются вонючей травящей говной. И, конечно же, скелеты колёса. Сама локация путанная, как ёб мою маму. Ну, в общем, ходил я, умирал, тут умирал, там, и дошёл до принцессы-полукровки, которая такая «Эй, а ты чё тут забыл? Это вообще-то место для ебанутых, уйди, пожалуйста». Но я так репо почесал, девочка ж красивая, ну и жалившись, ушёл. Ага, конечно ушёл, но после того, как начистил этой дурынде хлебососину. А, ну а чё она залупилась, блядь? Как босс, она хорошая, может ныкаться в инвизе, и я, как ярый футфетишист, понял, что надо ориентироваться на её гигантские ступни. Мдааа, пальцы бы я ей не обсосал. Короче, на перекаччах после DLC я дал ей порылу и ускакал далее. Кстати, помните основной сюжет? Ну, в общем, эту муть с великими душами, которые надо закинуть в великие чаши и попасть в Гвину. Так вот, теперь мы чешем в архивы герцога, а то есть к тому самому нагому ситу, дракону, который ставил на всех опыты в поисках бессмертия, вследствие чего сошёл с ума. Там я быстренько его нашёл, он меня по приколу убил, но так оно было задумано. Ну, прям как в Секире, когда мы в первый раз дерёмся с генитира. Кстати, кайфовый ролик, можете глянуть. Сид меня бросил в тюрьму, которую охраняют ящеры из крепости Сена. И как не совсем глупый ебан, я оттуда выбираюсь. Но ящеры решили выпустить каких-то тварей, сделанным в ходе экспериментов Сида. Ну, а сами убегают. Хотя зачем, лол, падают они с первой тыки. Пройдя далее через огромную многоэтажную библиотеку, я вышел к кристальному гроту, где нас ждут обычные скользкие кристаллические тропы, кристаллические монстры и, конечно же, кристаллические тропы невидимые, ведущие к нагому Ситу. Найдя нагого Сита, мы видим какую-то иглу, как у Кощей Бессмертного, ну и можно догадаться, что эта игла при своей сохранности делает его бессмертным. Во время файта нам нужно её сломать, отчего Сит страдает. Ну и затем надавать по его гадким тентаклям. Короче, изи босс, который почти вас не бьёт. Не знаю, возможно, бой с Арториасом и Манусом вызвал у меня такой эффект, но по факту фраер какой-то на пассивочах. Хотя я в первый раз дох от него по тупизму, но со второй попытки, надавав ему по брюху и чувачок быстренько откис и отдал нам свой осколок великой души. А мы двигаемся далее. Теперь нам нужно от места файта сквилек чипиздить далее. О, здорово, братаны. Тут у нас на дороге встал огромный чел по никнейму Неутомимый Воин, который после пары наших ударов чё-то немножко утомился и сдох. А дальше, помните-ка про демона и демона Тельца? Ну, короче, в этой локе они как рядовые НПС расставлены по локе. Круто. Прям чувствую Элден Ринг. В общем, пройдя далее, у нас на пути встает огроменный демон Сто Нок. Лока, в которой происходит драчка реальный кринж. Типа везде разлита лава, от прикосновений которой наше хп по бырику исчезает. Но, в общем, несмотря на это, добравшись до удобной для меня зоны Махача, я его начал ждать. И, дождавшись, сразу отрубил ему одну из лапок, после чего по скорику загасил и его самого. Тут я окончательно понял, что жёсткий перекач. Хотя, вроде как, и насильно не фармил, да и уровень у меня на тот момент шестьдесят третий. Да и паразит сжирает половину моих душ. Короче, да. Кстати, с демона упало колечко, которое позволяет нам ходить по лаве. Круто. Далее, около костра за боссом, мы встречаем Солера и Засторы. Сиди, такой насупился. Ну, короче, мужик всё никак не может найти свой свет. Что печально. И теперь нас ждёт незабываемая дорога длиною жизнь по корням деревьев по лаве и по провалившемуся под землю городу забытому изолиту. Где, как мы вспомним, чилила ведьма изолита со своими дочерьми, чей осколок великой души нам нужно спиздить. Полазив по локе, я опять встретил Солера, но... уже окончательно потерявшим рассудок. Я думаю, это от хуйни, которая у него на голове. В общем, итог такой, что я его просто запиздошил. Жалко. Да похуй, конечно. Кстати, если убить одного из жуков рядом с ним, мы наултаем тот же самый головной убор, что был и у Солера. Но надеть я его не смогу, ибо на голове у меня гигантский прыщ. Далее мы натыкаемся на одну из дочерей ведьмы изолита, которую выносим тупо моментальное. Она, кстати, охраняла вот это вот живое дерево под названием Ложе Хаоса. Нет, не как Доктора Хаоса, а типа ХАОСА. Ну и теперь немножко лорных моментов. Когда первородное пламя затухало, ведьма изолита решила его воссоздать, но создала вот это вот Пиноккио, которая ее поглотила и ее детей превратила в мутантов, ну, например, Ковелек. Вот. И нашей задачей стоит срубить дерево, в котором находится сожранная часть Великой Души. В общем, тут в общем-то рассказывать нечего, кроме того, что убивать это дерево нам придется не как обычного моба, а немного странно. Короче, нужно бить вот эти вот корни по бокам, дающие дереву жизнь. Ну и я на мужика сразу побежал к первому и отрубил. После чего дерево отрастило огненное жало, которым нас намеревается бить. Но это-то ладно. Чтобы срубить корень с другой стороны, нам предстоит бежать по ебучей разрушающейся арене. Сдохнув первый раз, я вернулся и голенький на изичах добежал до второй стороны. Отчего дерево вообще сошло с ума. И вот тут-то нам нужно добежать до центра. Но не все так просто. Перед нами обрушается пол, поэтому придется немного попаркурить. Но пробравшись с божьей помощью куда нам по кайфу, нам следует разрубить личинку, управляющая всем этим деревом. И великая душа наша. И теперь осталась одна, последняя великая душа, которая находится у Нита. Ох, и дорогу туда я, маму того самого и цамого. Вкратце, нам предстоит проделать путь за луп через бессмертных скелетов, которые теперь не бессмертны, так как в начале игры в поисках кольца темной луны я тут все облазил и убил вот этих тварей, которые, так сказать, и делают их бессмертными. Сам путь вниз очень путанный через эти ублюдские мосты и господи, на равне с собаками я ненавижу только одно ебучих скелетов, которые нападают на тебя прыгая колесом. Ооо, а насчет колес? Спустившись далее, мы натыкаемся на ебучих скелетов колес, отчего в первый раз я вообще выпал. Да, я их встречал в нарисованном мире ранее, но тут эти твари играют новыми красками. Блевод на зеленые локи, разносящие тебя тупо на изичах. Ммм, вкуснятина. Но я, как итальянский матадор, на изи увернулся и прошел далее, где мы натыкаемся на босса, которого я ебнул еще в начале игры битой, искав ебаное кольцо темной луны. Ну и за этим боссом, ооо, да, ебучая черная лока. И она настолько черная, что видимость прорисовывается только на расстоянии в один сантиметр. Ну и я так решил, что видимо пора прощаться со своим старым другом прыщом. Пока брат, я буду помнить тебя всю жизнь. Ну и на круточах я напилил выпавший шлем личинуса. В общем, благодаря этому шлему я на суперфастах прошел эту темную херобору и просто долетел до нашего повелителя мертвых, Нита. Вообще этот чувырло не сказать, что самый сложный босс, но вот эти уже заебавшие бессмертные скелетики реально бесят. Короче, вот Нита надо просто хуярить. Первые два трая я еще как-то пытался бить скелетов, но важно лишь то, что нужно просто его пиздить, а когда он взрывается убегать в страхе. Но в этот раз мне супер повезло, когда я вынужденно уебал скелета, чтобы он мне не мешался, этот придурок учудил меня парировать, и как раз в этот момент Нита решил подорваться. Короче, как итог, рыло. Ну и теперь нам остается только погрузить все души в чашу, открыть дверь в горнило первого пламени, и пойти уже чистить рыло гвину. Конечно же через толпу черных рыцарей, что кстати клево. Вообще черные рыцари когда-то были серебряными, но в бою с вырвавшимися на свободу, благодаря ведьме изолиты демонами хаоса, рыцари опалилили свои черный цвет. Я конечно осуждаю блэкфейс, но дело их влезать не буду. Дойдя до гвина, мы видим уже скорее обессилившего старикана, чем того бога из легенд. Ибо навестись на обычные парирования да, старость не в радость. В общем честно скажу, не с первого трая, но с пятого я этого дурачка прикончил при помощи парирований. Ну и после них отходил за его не особо сложный, но мне что-то подсказывает, что так и должно быть. Во-первых старина уже бесил, а во-вторых игра нам как бы показывает, мол братишка ты проделал такой путь, расхуерил столько мракобесов, что по факту уже можешь стягаться с богами, что как по мне звучит логично. Так, ну и теперь о выборе концовки, тут их две. Я посчитал, что выбрав вас тысячу лет и разобьет ебало уже нам. И так до скончания времен. Поэтому в этой игре я выберу тьму, ибо змейка некоторые вещи говорит правильно, про то, что неправильно против природы насильно возжигать пламя, ибо я считаю, что когда потухает свет, за ним непременно должна идти тьма. Да и эра людей, знаете, звучит как-то заманчиво, а то, что мы преодолев в такой огроменный путь, не будем сожженным просто как лох, а станем главным людей, в скобочках темным повелителем. Звучит как по мне ультра кайфово. Это ж можно создать свое пиво, и там ну хз, еще пиво, да и костер рано или поздно опять потухнет. Да, конечно наше самосожжение и сбросит на время проклятия нежити, но тут ключевое слово не сбросит, а на время. Лучше научиться жить в новых реалиях и творить историю дальше, чем остановиться во времени и циклично как циклодрочер поджигать этот костер заново. Да и слова Касса меня немного убедили в том, что Гвин возможно и правда пытался вожечь огонь, тем самым продлевая эру богов, боявшись, что его эра, эра бога уйдет. Но тут есть одно но. Касс умеет высасывать из людей человечность. У него даже Ковенант свой тут есть, в который можем вступить и мы, и за человечность он дает нам различные плюхи. Плюс услышав истории о том, что он шептал на ухо людям из Алла Чиля и четырем королям, где в первом случае подох весь город, а во втором целое королевство, у меня невольно складывается мысль, что возможно Касс нас как-то использовал, дабы совершить какую-то пизду еще больше. Но все же я просто срыгиваю и как говорится И вот вы спросите, устарела ли эта часть на данный момент? Йоу, конечно же нет. Да, может она уступает по графонию и скорости третьей части, но на данный момент играть в нее гипер по кайфу. Вспомнить даже тот самый Анорлонда. Ну конфета конкретная. В общем игрой я доволен, сам играю и вам советую. Ну а я погнал до скорого. Продолжение следует...